Добрый день, дорогой друг, с тобой Серега и сегодня мы попытаемся сделать 5 верных прогнозов на этап легенд. Прошлый наш прогноз залетел, достаточно нервно, как я говорил, но 5 верных прогнозов мы все-таки сделали. Поэтому теперь давай попробуем сделать 5 верных прогнозов на этап легенд, как я уже сказал. И сразу же скажу, что это будет сделать очень тяжело, потому что матчи рандомные, матчи даже не рандомные, а все равные, я бы сказал. Вообще это, наверное, самый сложный пик им вообще на всех мейджорах, которые я только делал. И не только я, наверное, многие со мной будут согласны. Но давай все-таки попробуем проанализировать там первые матчи хотя бы и сделать верные выводы и угадать все-таки пятерку, кто, собственно, залетит дальше. И пока мы свернем кс, у нас есть вот такой вот замечательный сайт, на котором все телебы ставят свои прогнозы. Точнее анализируют игры, которые будут проходить и с их помощью уже может сложиться удачный пик им. Поэтому я думаю, что мы не будем отходить от трендов и попробуем предсказать, что же будет происходить в первом раунде и, соответственно, в последующем. Что мы видим в первом раунде? Первый раунд максимально плотный, максимально непредсказуемый. Я думаю, ты видишь прекрасно. В каждом матче может победить любая команда. И это клево. Это значит, что нас ждет самый-самый непредсказуемый мейджор, возможно, во всей истории. Но пройдемся по раундам, чтобы, собственно, не затягивать. Фейз Клауд Найн. Интереснейший матчап. Интереснейший матчап. Коэффициенты, я думаю, на эти команды будут равны. Чуть-чуть фаворитами выделяют фейзов. Но, мне кажется, Клауда здесь максимально разогретый уже. Максимально на опыте после этих валидольнейших допов. После того, как они выбили Империал. После того, как их ненавидят все фанаты Бразилии. 100% здесь на стадионе фанаты будут топить за фейз. Поэтому, я бы очень хотел здесь поставить на Клаудов. Мне кажется, что борьбу они навяжут. Но, психологически, фейз здесь все-таки в королях. И здесь, я думаю, что пройдут фейзы. Далее, Na'Vi Vitality. Тут, я думаю, очень легкое будет для Na'Vi. Почему? Потому что Vitality игру показывают невнятную. Возможно, они наберут по ходу турнира. Не отрицаю. Потому что фактор за его, в принципе, нельзя отрицать. Ты же понимаешь, он может расстреляться и уничтожить всю команду Na'Vi. Вместе со Симплом. Со Симплом. Вместе с Симплом, собственно. Поэтому Vitality недооценивать нельзя. Но здесь я за Na'Vi. Я думаю, Na'Vi в хорошей форме. Покажут хороший КС. Хотя любят они первые игры заливать. Но Vitality в очень сомнительной форме. Поэтому здесь я их фаворитами не ставлю. Nip Fnatic. Nip'ы сейчас являются 11-й командой по рейтингу HLTV. По версии HLTV. Но, при этом, при всем, мы не знаем, что с ними происходит. В какой они сейчас форме. Али к себе пришел. Вроде игру наладил. Вроде неплохо у них шло ранее в матчах. Но они крайне нестабильны. Na'Vi же с горем пополам все-таки прошли стадию легенд. Но тоже вопросы, в общем, к их форме имеются. Здесь я бы поставил все-таки на Nip'ов. Матч абсолютно равный. Абсолютно будет точно так же решать микромоменты. Будет решать очень сильно форма Nip'ов. Но почему-то сердечко мое подсказывает, что здесь нужно топить за Nip'ов. N's Furia. Абсолютно тоже непредсказуемейший матчап. Вот здесь я вообще не знаю, на кого ставить. Потому что, как я говорил раньше в первом прогнозе, Furia играет по принципу бей-беги. И когда их гонит в стадион, когда у них получается все по стрельбе. По стрельбе у них часто получается. Они очень сильно жарят. Очень сильно жарят. N's. Я поговорил с некоторыми ребятами сегодня. По сообщению профессиональных игроков, N's очень клево показывает себя на праках. Что будет на стадионе, непонятно. Но здесь, если бы это был онлайн, я бы, безусловно, ставил бы на N's. Просто безусловно бы ставил на N's. Они бы, я думаю, Furia здесь раскатали. Так как есть фактор стадиона. И так как есть фактор непредсказуемости в плане психологии. Я бы сказал, что матчап здесь тоже равный. Тоже будут решать микромоменты. Я здесь за N's. Но, братан, я не знаю, как ты будешь ставить кипики. Не знаю, честное слово. Это очень тяжело. Дальше матч. Справа от Беги. Беги показали себя замечательно. Кирюхе Господарову поверю. Кстати, Кирюха должен был вместе со мной сегодня ставить эти пики. Мои предикты делать. Но, к сожалению, у него отрубили интернет. И я здесь один. Может быть, далее мы с ним какой-нибудь видосик запишем. Но здесь по-любому за Кирюху Господарова. Он меня в прошлом пиками переиграл, уничтожил. Беги себя показали замечательно. Спруты, кстати, тоже неплохие. На самом деле, и здесь матча правный. И здесь будут решать микромоменты. И здесь будет решать какой-то макро, да? Макроигра какая-то. Но я за Бегов здесь. Беги себя неплохо показали в Челленджер Стадии. Они разогреты. Поэтому я за ним. Героик. ВП. Тут у нас будет игра старплееров. Игра, знаешь, у кого как пойдет. Ставан, Фейм, Ставан, Плит. Очень тяжелый матчап. Я бы здесь выделил фаворитами героиков. Небольшими фаворитами героиков. Не смотрел, что по котировкам букмекерским. Но я бы выделял здесь фаворитами героиков. Но! Мои матчики из ВП здесь. Поэтому я вообще абсолютно ломаю всю логику. Ставлю на ВП. Я думаю, что ВП здесь разогрелись. И ВП пора выходить в плей-офф. Если не сейчас, то когда? Героик очень сильная. Очень стабильная команда. Ожидаю очень равного. Очень жесткого матча. Но не удивлюсь, если команды сыграют со счетом 16-5. Потому что ВП любят проваливаться. Но если они будут в фокусе. Если они будут в форме. Уверен, что они навяжут борьбу героик. И соответственно выиграют. Спирит БНЕ. БНЕ пробежались по очень легкой сетке. Как я уже говорил. Макс меня наверное из News.go сейчас зачморит. Но сам факт того, что у БНЕ не было ни одного серьезного соперника. Меня тревожит очень сильно. Скажу так. Поэтому я здесь за спиритов. Леня Чоппер гений. Лене Чопперу пора выигрывать мажор. Думаю, что здесь фаворитами будут являться небольшими спирит. Несмотря на то, что БНЕ прошли 3-0. В основную стадию. В стадию легенд. Я на этом мажоре буду топить за спиритов до конца. Поэтому я здесь ставлю спиритов. Ликвид Маус. В прекрасной форме обе команды находятся. Абсолютно так же равный матчап. На каждом матче говорю одно и то же. Везде равный матчап. Я здесь за Ликвидов. Потому что Ликвиды находятся сейчас вообще в невероятной форме. Мауза тоже неплохи. Но здесь Мауза, мне кажется, не смогут. Хотя все может быть. Все может быть. Далее. Второй раунд. Фейс с бегами. Ну, тут однозначно фейс. Я думаю, говорить здесь не о чем. Нави. Виртуз Про. Я думаю, что здесь все-таки победят Нави. Не пыль Ликвид. Я за Ликвид здесь нахожусь. Энс. Спирит. Интересный. Интересный матчап. За Спирит здесь. Я думаю, Спириты в отличной форме должны побеждать. Крутый Клауд Найн. Я с сердцем за наших парней. Героик Виталити. Виталити второй раз 2-0 не выдержат. Я думаю, что Виталити второй раз 2-0 не выдержат. Посмотрим, смогут ли они справиться. Здесь я за Героик. Героик тоже в замечательной форме сейчас находится. Чего не скажешь о французско-датской команде. Маузов Натик за Маузов. Однозначно. БНЕ Фурия. Фурия. Здесь за Фурию. Хотя БНЕ могут побороться. Но БО-1. Мы не забываем, что БО-1. Я здесь за Фурию. Третий раунд. Фейзы Спирит выходят у нас. Отвратительный матчап для меня. Лично, потому что я топлю за Спирит. Но по логике вещей здесь должны выходить Фейзы. Если они не выйдут, то буду рад, если Спирит выйдет 3-0. Ликвид Нави. Здесь я за Ликвид. Как бы вы меня не захейтили. Я считаю, что Ликвиды вообще тут одни из претендентов на чемпионство на мажоре. Далее пара 1-1. Энс Героик. Я тут за Героик. К ВП Фурия. К ВП Фурия работаем на ВП. НИП Клауд Найн здесь за Клаудов. Думаю, что они разогрелись. Уверен, что они будут рвать и метать именно тут. Маус, беги за Маус. БНЕ Фнатик. Абсолютная монетка. Непонятно, что ждать. Наверное, все-таки даже за Фнатик. Здесь рандом. Фул рандом. Сам понимаешь. Абсолютный рандом. Такая бы команда дальше не прошла. Думаю, они навязать борьбу вот этим вот грандом не смогут. Виталити Спруты. Блин, для Спрутов жалко. Спруты очень бодрая команда. Очень хорошая команда. Тут за Виталити. Здесь, кого хочешь, того и ставь. Я, наверное, поставлю Фнатик. Но БНЕ там, понимаешь. Вот, и, собственно, 0.3 сетка у нас уже вырисовалась. Я думаю, это будет самая популярная сетка из всех. Смотрим дальше, что будет. 3.0, фейзы, ликвиды. Ни на фейзов, ни на ликвидов я, думаю, на 3.0 ставить не буду. Я их буду ставить в проходку непосредственно. Дальше. Na'Vi Cloud9. Здесь выходят Na'Vi. Мауза, героик. Мауза, героик. Наверное, героик. Абсолютно равный матчап. Вообще, ну, нечего анализировать здесь. Посмотрим на игру. Когда 2.1 уже будет сыграно, посмотрим. Узнаем. Правильно я мыслю или нет. Но уверен, что здесь будет равная игра. Spirit Virtus.pro. Абсолютно тоже равная игра. Абсолютно равная игра. Я здесь, наверное, за ВП. ВП пора выходить. А Спиритов закинем, я думаю, на 3.0. Вот здесь вот они будут побеждать. Ломать дальнейшую нижнюю сетку. Ну, ты знаешь. Ты знаешь, чем пахнет. Пурия Нипы. Я здесь за Нипов. Энс Фнатик за Энсов однозначно. Беги Виталити. Ок, Виталити. Доковыляю до стадии 2.2. Уверен, будет дикая мясорубка. И в раунде пятом мы видим, что? Мы видим Spirit Virtus. Я здесь за Spirit. Виталити не впечатлили игрой. Cloud9N. Все 50 на 50. Вот это все 50 на 50. Coin Flip. Подкидываешь монетку. Что понравилось, то и ставишь. Не подается аналитике. Никакой аналитике это не подается. Кто будет рассказывать, что одна команда победит 100% или другая команда победит 100%, вероятнее всего в кейсе не особо соображает. Я не утверждаю, что я соображаю, но я хотя бы понимаю, что это Coin Flip. Я здесь ставлю сердцем. Я здесь ставлю на Spirit. Я здесь ставлю на Cloud Dove. И я здесь ставлю на Maus. Собственно, что мы здесь видим? У нас выходят Liquid Faze по 3.0. Na'Vi, VP, Heroic, Spirit. Maus, Cloud9. Нипы могут. Виталити могут. НСы могут. Вот эти остальные, ребята, не верю в них абсолютно. Переместимся в CSGO и попробуем, исходя из того, о чем мы сейчас наговорили, поставить пиком, собственно. И что мы имеем? Мы имеем точно, я уверен, на проход Team Liquid, проход Na'Vi, проход Faze of. Мы видели там героек, да? Мы видели там наших мальчиков из Cloud9. Мы видели там Maus of. И один слот у нас на WP. Виталити, получается, не проходят. Простите. Виталити меня. Простите, пожалуйста. На 3.0. Как я уже и говорил, мы закидываем Spirit, потому что прошлые Spirit и показали нам, что такое 3.0. Что они это сделать могут, собственно? У нас остается команда 0.3. Это либо спруты, либо BNE, либо беги. Курия тоже могут. Просто полный капец. Недоразумение. И не зашедшие, скорее всего, пиком. Ну, все-таки я не буду отходить, да, от канона. Поставлю со всеми спрутов. Пускай они заруинят нам пикемчик. Но я пока вижу это так. Вот насчет Maus of на самом деле сомневаюсь. Возможно, туда даже лучше поставить инсов, честно говоря. По остальным у меня, в принципе, вопросов нет. И на IP вроде бодрые, но особо я их там не вижу. Инсы, да. BNE могут удивить абсолютно. Беги, сомневаюсь. Блин, Кирюха, сорян. Пурия нет, Кнатик нет. Виталити, к сожалению, нет. Просто нет места на всех. С радостью его поставил всех, но нет места. Ладно, давай, пожалуй, мы остановимся на этом. Возможно, вот так еще есть вариант трансфернуть. Но прям сильной разницы в своих пикемчиках я не вижу. Делать, наверное, не буду, раз уже душой поставил так. Я думаю, что мы на этом закончим. Делаем прогнозы наши. Спасибо большое, что был со мной до конца этого видео. С тобой был Серега. Ставь лайк обязательно на этот видос. Пиши комментарий. Подписывайся на канал. Следующий видос постараюсь сделать уже завтра по итогу первых игр. Возможно, это что-то даст нам да прояснит. Пока-пока.